Страны Большой Семерки призывают провести своевременный, прозрачный и научно обоснованный второй этап расследования происхождения нового коронавируса под руководством Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ. Призыв содержится в финальном проекте комьюники по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в английском курортном городке Корбис-Бэй. Лидеры Г7 на саммите договорились ускорить глобальное производство вакцин от коронавируса ЧВИ-19 и их поставки по всему миру, передает ТАСС. Как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, партнеры С-Страны Семерки, не входящие в Евросоюз, присоединились в этом вопросе к европейцам. Канцлер Германии Ангела Меркель считает важным поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса. По ее словам, вакцины от ковида должны производиться не только в Европе или Азии, но и на африканском континенте, и она рада, что немецкая компания BioNTech, как и многие другие фирмы, активно действует в этом направлении. Для предотвращения будущих пандемий участники саммита договорились укреплять ВОЗ, отметила Меркель. Она рада, что в Берлине будет действовать хаб-ВОЗ по предотвращению пандемии, цитирует бундесканцлер Интерфакс. О том, что уже осенью в Берлине появится Центр предотвращения пандемии Всемирной Организации Здравоохранения, сообщили в мае глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан и глава ВОЗ Тедро Садханом Гебреисус. В партнерстве с правительством ФРГ и исследовательскими институтами этот центр будет анализировать данные для научных целей и разрабатывать модели, с помощью которых можно будет лучше просчитывать риски. Лидеры ГСМ также заявили о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе, такая фраза фигурирует в совместном заявлении лидеров «семерки» впервые, и выразили серьезную обеспокоенность ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. «семерка» намерена расширить до 100 миллиардов долларов ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения по климату, подтверждена общая цель развитых стран ежегодно до 2025 года собирать на эти цели по 100 миллиардов долларов из государственных и частных ресурсов. Лидеры ГСМ также обязались добиться нулевого выброса Ч2 в своих странах как можно быстрее и не позднее 2050 года и договорились о поэтапном отказе от угольной энергетики и прекращении ее финансирования. В итоговом комьюнике саммита будет подчеркнуто намерение стран преимущественно отказаться от углеводородного сырья в энергетике в 2030-х годах. «семерка» готова сотрудничать с Китаем в борьбе с глобальными вызовами, представляющими взаимный интерес, и призывает Россию прекратить дестабилизирующее поведение. Россию также призывают принять меры против тех, кто осуществляет кибератаки с ее территории с целью получения выкупа. Лидеры ГСМ также выражают глубокую озабоченность в связи с майским инцидентом с посадкой самолета «Рьяна Ир» в Минске.